Сегодня в программе На белых трюфелей Лучшие из лучших собрались именно здесь Свежие трюфели Свежие трюфели Только здесь у меня самые лучшие свежие трюфели Окей Русские Наконец-то я встретил в Альбе русских Ребята, подходите, у меня самые свежие трюфели Кто хоть однажды видел Италию Тот никогда больше не будет несчастным Так говорил Гетте И мы с ним полностью согласны Приглашаем вас в захватывающее путешествие По этой восхитительной стране Где каждый уголок Неиссякаемый источник вдохновения И положительных эмоций Уютные узкие улочки Запах моря и свежеиспеченной пиццы Приветливые лица прохожих Роскошные палаццо И, конечно, богатая история Приготовьтесь Наше приключение по северу Италии Начинается Город Альба в Пьемонте Хоть и находится в некотором удалении От самых крупных центров севера Италии Таких, как Генуэ и Турино Все равно привлекает к себе множество туристов Архитектура, прекрасно сохранившаяся Со средневековых времен Дивной красоты пейзажи Изумрудные холмы Намекающие на близость Альп Встречаются во всех старинных городках региона Искусство, в том числе современное И, конечно, еда Эта глава нашего повествования Заслуживает отдельного внимания А ну а пока нагуливаем аппетит Исследуя окрестности Дадим совет Если вы путешествуете по холмам Ланге То вам обязательно следует посетить Красивейший замок Сиралунга В замке вам проведут экскурсию И расскажут про семью Фалетти Про строительство замка И его особенности Большим бонусом в хорошую погоду Будет то, что с вершины замка Открывается шикарная панорама На холмы Ланге И роскошные виноградники Давайте отправимся туда вместе В возвышающийся над городом Величавый силуэт Замка виден издалека Его начали строить в 1340 году Когда окрестные земли Достались маркизу Фалетти Закончил строительство в 1354 году Его сын Готфрид II Сиралунга де Альба Это небольшой городок в области Ланге Провинции Кунио Расположенный, как и большинство всех местных городков На вершине холма Основным видом деятельности населения Как и много лет назад Остается виноградарство и виноделие Сиралунга де Альба является одной из пяти основных коммун Где производят знаменитое на весь мир вино Баролла В середине XIV века По приказу маркизов Фалетти На месте сторожевой башни строится каменный замок Вокруг которого в течение нескольких последующих лет Начинается формироваться городок Сиралунга де Альба Их история переплетается с историей замка более 600 лет И вот я наверху замка, смотровая площадка Именно отсюда рыцари наблюдали и охраняли территорию Перед нами открываются потрясающие виды Куда не посмотри, красивая картинка Это роскошные виноградники Плодородные земли Красивые пейзажи Рядом со мной находятся рыцарские атрибуты того времени Они оригинальные Попробуй примерить на себя Каково это было быть на посту Такой амуниции Вид со смотровой площадки впечатляет Мы можем любоваться этими красотами и даже видеть Альпы Изначально замок был окружен глубоким рвом, заполненным водой А во внутренний двор можно было попасть по подъемному мосту По распоряжению президента Италии Энауди в 1950 году Замок Сиролунга-Диальба национализировали, восстановили и открыли для свободного доступа За столетия замок сыграл важную роль для всего региона Подчеркивая престиж семьи Фалетти Не знаю, конечно, как рыцари на посту с супками стояли в этой амуниции При полной экипировке она достигает вес 30 килограммов Только задумайтесь на минуту Кстати, провинция, деревня носит название Барола Виноградники также называются Барола Вино, которое изготавливается, называется Барола Но сорт винограда носит название Биола Вот такая интересная штука Когда-то в замке располагался зал, в котором совершалось правосудие Решались важные вопросы Есть также небольшая часовня с фресками, относящимся к середине 15-го столетия Некоторые большие дымоходы и деревянные потолки являются единственными предметами мебели, оставшимися от старого убранства Замок Сиролунга представлен как уникум в окружающем ландшафте Выступая ярким примером типичного средневекового дома европейской постройки С 2015 года замок был включен в музейный комплекс Пьемонта и стал национальным достоянием Прогуливаясь по улице Виа Калесано Это, кстати, совсем недалеко от центра города Я наткнулся на интересное здание Это церковь Святого Доминго Она не действующая, но в ней проходят разного рода мероприятия Например, такие, как выставка современного искусства Меня встречает Валерио Беруттия, он мне более подробно расскажет обо всем этом Церковь Сан-Доменико была основана 22 ноября в далеком 1292 году и передана проповедникам Она расположена возле городской гимназии, здание которой когда-то принадлежало монастырю Сооружению присуща простота, строгость и гармония Церковь не раз реконструировали Так, к примеру, в 16 веке были выполнены фресковые росписи А в эпоху барокко были открыты новые капеллы Сейчас церковь не является действующей Она приспособлена для проведения разного рода культурных мероприятий И как раз сегодня здесь проходит выставка современного искусства Автором которой является художник Валерио Берутти Здравствуйте, добрый день Это ваша церковь? Это моя церковь Мы находимся в церкви Святого Доминика Это церковь средневековая Она была частично отреставрирована Вы можете видеть, что восстановлены фрески на потолке Они относятся к 14 веку примерно А вот здесь находится небольшая инсталляция Карусель Где вместо традиционных лошадей Вращаются и как будто бы летят птицы Все люди, посещающие нашу церковь Даже взрослые, а не только дети Могут взобраться на карусель И прокатиться на ней По периметру здания вы видите стенды Где представлена часть рисунков, кадров Которые стали основой для мультипликационного фильма Карусель Нины Он предстанет на суд зрителей в следующем году На международном кинофестивале Вы обязательно его увидите Пойдемте, я вам покажу Валерио Берутти – итальянский художник Его рисунки, картины и скульптуры Воспроизводят изображения в основном повседневной жизни И семейных привязанностей В настоящее время он живет и работает в церкви 16 века Которую он купил, восстановил И превратил в мастерскую и дом Здесь проходят его выставки Также располагается галерея Родители Валерио Берутти были реставраторами И он пошел по их стопам Музыка, которую вы слышите Легкие переливы и фортепиано Это музыка Людовика и Науди Очень известного итальянского композитора И пианиста Слышите, да? Звучит музыка Музыка записана на ленте И когда вращается карусель Тогда и играет музыка Послушайте Это ваша работа? Да, это моя работа Здесь вы можете посмотреть Мультипликационный фильм На экране Вы видите Небольшой отрывок Это мультфильм Который будет показываться В следующем году Интересно, что Мы находимся В алтаре Здесь раньше был алтарь А сейчас Экспозиция Валерио Берутти Посмотрите наверх Вы видите Прекрасные фрески Которыми украшен Весь потолок При реставрации Выяснилось Что под старинными фресками Таится слой Более древних Давних Роспесей Эти фрески Очень-очень старые, верно? Да Это так Им где-то 700 лет В этой части церкви Расположены фотографии Сделанные Во время работы Над фильмом Вы видите этапы Производства мультфильма Рабочие и организационные моменты Все, что осталось За кадром Это итальянский фильм? Да, это итальянский фильм Но он не мой Персонажи не произносят ни слова А за кадром За кадром звучит музыка Но вообще-то Он Интернациональный фильм А это что? Здесь Выставлены Мемориальные доски Которые были найдены При восстановлении церкви Все это оригиналы Здесь выставлены Всего 14 из 3000 Фотографий Которые составили Мультипликационный фильм Культурный подъем Проходивший в Италии В период возрождения Ярче всего проявился В изобразительном искусстве И архитектуре В них с особой силой И наглядностью Отразилось великое Переломное значение эпохи Определивший пути Дальнейшего развития Мирового искусства Фактически Моя работа заключается в том Чтобы показать Детство и детей Я считаю, что детство Та пора Когда все люди Друг перед другом равны Обычно люди Хорошо помнят Своё детство И вот моя работа Заключается как раз в том Чтобы постоянно Находиться в поисках Персонажей Детей Это могут быть И мои дети Дети моих друзей Или наших родственников Я работаю в этом направлении Уже в течение 20 лет Я принимал участие В Венецианской биеннале В дальнейшем планирую Выставки в Токио Нью-Йорке И в самых разных уголках планеты Я очень рад, что могу Выставляться в моём родном Городе Ну что, какие у вас планы На будущее? В будущем у меня есть планы Сделать выставку в Нью-Йорке А через два месяца Наверное В Токио А как насчёт России? Скажем, Петербурга А знаете, я выставлялся В Петербурге В одном из музеев Дайте вспомнить Этот музей Называется В музее Где проходил фестиваль Мультипликация Вообще Петербург Очень красивый город Я люблю Санкт-Петербург Да, интересная получилась выставка До этого я никогда не был в заброшенной церкви Особенно, когда ещё наблюдаешь выставку современного искусства Я отправляюсь далее И меня ждёт ярмарка трюфелей Ох, попробуем Пьемонт подарил Италии целую плеяду кулинарных шедевров Чему немало способствовали природные и климатические условия Здесь много лесов Осенью всё покрыто густым туманом Идеальные условия для самых изысканных грибов в мире Трюфелей В них необычно всё Место и время произрастания Способ охоты И, несомненно, запах Самые ценные из их съедобных разновидностей Чёрный и особенно белый Если чёрный можно жарить То белый, внимание Едят сырым Режут ломтиками И посыпают ими блюда Трюфели придают неповторимый вкус и аромат Ризотто, фритатию или омлету А также пасте Лучший рынок, где можно купить трюфели Находится в Альбе Город наполняют туристы, желающие купить Ну или хотя бы отведать этот деликатес Все вокруг только и говорят, что о трюфелях А в воздухе видает едва терпкий аромат этих лесных грибов В октябре в Альбе проводят праздник трюфелей Дорогие друзья, мы с вами попали в исторический момент В этом году международной ярмарке белого трюфеля Исполнилось 88 лет Гулять не работать В моем случае работать, это и есть гулять И вот я дошел до итальянской ярмарки белых трюфелей Где лучшие повара Италии Да куда уж там, Европа и всего мира Я даже знаю нескольких петербургских шеф-поваров Охотятся на белых трюфелей Лучшие из лучших собрались именно здесь Рожденная по инициативе ресторатора Джакома Мора в 1928 году Как одно из направлений праздника сбора винограда Впоследствии ярмарка белых трюфелей стала самостоятельным мероприятием В 2007 году она получила международный статус Кстати, уже в 18 веке пьемонские трюфели Почитались всеми европейскими дворами деликатесом Одно из главных мероприятий ярмарки в этом году Мировой рынок трюфелей Открытый в историческом центре Альбы Посмотрите, сколько здесь много народу Ярмарка белых трюфелей Я нахожусь у одного из лотка Где представлены разные трюфели Размеров Черные, белые Обратите внимание на цены Такое ощущение, что я нахожусь на какой-то ювелирной выставке Например, черные трюфели Цена начинается от 20 евро за такой вот трюфель Далее 32 евро, 50 евро, 55 евро Белые трюфели намного дороже Цена их начинается от 250 евро за одну штучку Вот, например, уважаемые телезрители Такой небольшой кусочек трюфеля, белого трюфеля Стоит 300 евро Я могу тест Да, тестят именно только по запаху Можно поднести Это свежий трюфель, который был найден буквально пару часов назад Лук Нереально Хранятся трюфели недолго С каждым днем гриб будет терять свой неповторимый аромат и влагу Так что лучше всего насладиться трюфелем, пока он еще свеж Даже если у вас нет желания самим приобретать белый трюфель Посетить ярмарки и выставки белых трюфелей Дело интересное и стоящее Свежие трюфели Свежие трюфели Только здесь У меня самые лучшие свежие трюфели Окей Русские Наконец-то я встретил в Альбе русских Ребята, подходите У меня самые свежие трюфели Я договорюсь о скидке Помимо, собственно, трюфелей, на ярмарке можно найти другие энногострономические богатства областей Ланге и Райера Это в изобилии представленные на продажу или на дегустацию вина, сыры, колбасные и кондитерские изделия Я нахожусь в одной из секций, где представлены трюфели разных размеров И, к моему удивлению, я нашел продавца, который говорит по-русски Сильвия живет в Италии, знает итальянский, русский и разбирается во всех трюфелях, которые она продает Сколько граммов весит этот трюфель? 718 граммов белый трюфель Я представляю, сколько он стоит, и мы узнаем конкретная цена этого трюфеля Я только могу догадываться Наверное, как новенький фиат Можно так сказать, где-то 7 тысяч? 7 тысяч евро, вот поэтому мне не разрешают даже до него дотрагиваться никак Хотя я уже нарушил правила, я трогаю сейчас порядка 7 тысяч евро, если не больше А нашелся ли покупатель на такой трюфель? Да, он уже продан Кто его купил? Я уже думал, он мне сейчас скажет, что раз я потрогал, то я его уже и купил Не знаю Ярмарка трюфелей – это карусель вкусов и ароматов, а также незабываемых эмоций Лучшие шеф-повара мира собираются здесь и демонстрируют свое уникальное мастерство по приготовлению трюфелей и национальных блюд Нам выпала честь попробовать свои силы и научиться у лучших из лучших главным секретом Ну что, друзья, готов вас познакомить с лучшими, одним из лучших поваров Италии Это Леандро Луппи Бонжорно И Андреа Костантини Бонжорно Кстати, у Леандро Луппи уже как 15 лет мишленовская звезда И мы сегодня говорим исключительно о трюфелях Сегодня я пробовал блюдо, которое называется рыба карагоне Мне очень понравилось, очень Трюфели, соус тартар, вы профессионалы Звезды, настоящие звезды Спасибо Какое ваше любимое блюдо с трюфелем? А ваше? Какое любимое? Я даю вам 25 секунд на размышления и после этого жду ответ Конечно же, это шутка Итак, вы готовы? Ну что, мое любимое блюдо с трюфелями? Знаете, я приверженец классики Вкусный сыр, мелко натертый трюфель Все это слегка сбрызнуто маслом Все, больше ничего не нужно Знаете, я согласен с Леонардо Самое лучшее сочетание – это классика Трюфели Сыр А также хорошее вино Куда же без него И это, друзья, лучшие из лучших Шеф-повара Италии Итак, начнем Обмакните кисть в соусе и сделайте круг на тарелке Может быть, после приготовления этого блюда я получу мишленовскую звезду? О, все возможно Целых три Я это делаю впервые, в первый раз Вот так, не берите слишком много Аккуратно Еще немного Вы можете также двигать и тарелку Ну, можете сделать еще немного лучше Друзья, ну это мой первый раз, не обессудьте Еще немного больше Я, конечно же, волнуюсь Нужно делать такое произведение искусства А меня еще контролируют ребята, которые занимаются этим всю жизнь Теперь немного Ну, чола Вы знаете, что это такое? Это ореховая паста Художники А это рыба, да? Да, это рыба А как она называется? Напомните? Коррегона Рыба под названием Коррегона Можно еще побольше Вот так Я люблю рыбу Хорошо 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 Все правильно Если они говорят, окей, значит я все правильно делаю Очень волнуюсь Очень волнуюсь Готовить под руководством этих шефов Дело ответственное и волнительное И вместе с тем очень интересный опыт Итак, на счет три Давайте Три, два, один, поехали Оп, 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 оп О, 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 окей Окей, 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 окей Слушайте, они не жалеют, для меня трюфели А сказали прям целый кусман себе Нареж Я счастливчик, да? Правильно? Итак, сейчас я буду пробовать снова. Я очень рад и счастлив непомерно. Спасибо Богу. Ярмарка белого трюфеля в Альбе – это настоящий гастрономический рай. Еда, как искусство, приобретает удивительные формы. Ежедневно ярмарку посещает около 5000 человек, а общий вес проданных за день трюфелей достигает 50 килограмм. Мы приглашаем и вас на этот праздник вкуса, который непременно обогатит ваши впечатления об отдыхе в Италии. И каждый из вас может попробовать все эти гастрономические ясно. Стоит лишь приехать в Италию, в северный регион Пимон. Со мной рядом я Андро Лупи, Андреа Костантини. И это «Неизвестная Италия ждет вас». Браво! 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok